Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что покажут столбики термометров А также итоги переписи Совместные учения и рабочий визит Александр Лукашенко провел переговоры С Владимиром Путиным Что обсуждали на встрече Накануне утром на номер 112 Поступило сообщение Горит автомобиль на Гоголя Моменту прибытия на место ЧП спасатели констатировали Фиат горит открытым пламенем Микроавтобус 95-го года выпуска Огонь уничтожил полностью Пострадавших нет, причина пожара устанавливается Всего же с начала года В Бобруске произошло 53 пожара Погибли 4 человека Накануне свое 30-летие Отметила Белорусская Республиканская Пионерская Организация В этот день Юные бобручане не только пополнили ряды Активистов, но и приняли участие В патриотическом флешмобе Счастливые улыбки, легкое волнение И красно-зеленые треугольники в руках В день рождения пионерская организация Приняла в свои ряды самых активных 200 школьников со всего города Поздравить подрастающее поколение С этим важным событием пришли родители и учителя Линейку открыла пионерская дружина Третьей гимназии Затем вынесли знамя Пока еще октября Торжественно пообещали любить свою родину Быть добрыми, честными и справедливыми Всегда следовать уставу и традициям Всегда следовать уставам и традициям Почетные гости повязали новой смене галстуки Символ сопричастности каждого пионера К делам организации Юные бобручане не скрывают радости Теперь они настоящие пионеры У каждого свое понимание того, кто это такие Пионеры, они помогают людям Если они попали в беду И они должны всегда быть рядом Если они рядом, они не должны проходить мимо Если кому-то нужна помощь Пионер должен быть честным, справедливым, внимательным И я горжусь, что я теперь пионер Я хочу защищать свою родину Я хочу отдать ей должное Я хочу помогать всем Людям Вот почему захотел стать пионером Я очень мечтал И я осуществил свою мечту Пионеры – это очень почетные люди Они всегда придут на помощь друг к другу Они вместе дружат, ходят по ходу И я считаю, что все должны равняться на них Творческие коллективы Центра доп. образования детей и молодежи Сложили цветные пазлы с символикой БРПО и государственным флагом Праздник было видно с высоты птичьего полета Новоиспеченные пионеры проявили свои танцевальные навыки В объединяющем флэшмобе под руководством педагогов Центра Рядом с центром расположилась творческая пионерская выставка и фотозоны Мальчики и девочки пополнили экспозиции своими рисунками Как в песне «Мелом на асфальте» Сегодня в 30-летие БРПО мы организовали для ребят праздник Пионерский арбат Мы хотели подарить им счастье Огненное шоу Наполнить их жизнь настроением Придать им бодрости Пионерия существует в 11 странах мира В Беларуси она растет и развивается больше, чем где бы то ни было В октябрятые пионеры вступают в каждой школе Анастасия Пахлестова, Дмитрий Шевцов Бобруиск, 360 Вес каравая, нелетающие самолеты и проверка боеготовности Беларусь и Россия пройдут совместные учения Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Российскую Федерацию В Сочи прошла встреча главы белорусского государства с президентом Владимиром Путиным Переговоры в формате один на один Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах Тематику союзных отношений рассмотрели международную проблематику и ситуацию в регионах Вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы Белстат опубликовал итоги переписи населения Согласно данным, численность Беларуси на октябрь 2019 составила 9 млн 413 446 человек 7 млн 299 989 граждан – это городское население Остальные – жители сельской местности Могилевской области насчитали 1 млн 24 751 человека Белавия приостановила рейсы в Таллинн до 30 сентября Во все пункты Грузии авиакомпания не будет летать до 31 октября А в Будапешт с 18 сентября по 24 октября За исключением 27 сентября Вернуть деньги или изменить даты вылета можно до 30 марта следующего года Белорусские военные примут участие в учении «Кавказ-2020» Маневры пройдут на территории России с 21 по 26 сентября Они будут разделены на два этапа На первом отработают взаимодействия по отражению ударов с воздуховедению разведывательных и оборонительных мероприятий На втором планируется решать задачи непосредственного управления войсками во время проведения совместных боевых действий Последние гектары зерновых убирают с полей белорусские хлеборобы Осталось пройти менее 3% площадей Собрано 7 млн 975 тыс. тонн хлеба В лидерах по намолоту традиционная Минская область Здесь хлеборобы приблизились к 2 млн тонн В Гродненской более полутора миллионов В Брестской свыше 1 млн 300 тонн Средняя урожайность высокая 37 сентября с гектара Уже 72 609 пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса Зафиксировано свыше 74 360 человек с положительным тестом на COVID-19 Врачи провели без малого 1 млн 662 тысячи тестов Такие данные приводит Минздрав По мнению экс-главы ведомства Владимира Каранника Вторая волна коронавируса в стране будет менее масштабной По его словам в обществе сформировалась иммунная прослойка Он подчеркнул, что выбранная властями Беларуси тактика борьбы с COVID-19 была правильной Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей? Проблемы есть эксклюзив Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Хоккейный клуб Бобруськ официально открыл сезон 2021 Показательные выступления детско-юношеской школы, фигуристов и представления основного состава нашего полпреда высшей лиги Все подробности прямо сейчас С недавних пор Бобруська в экстралиге нет Команда будет играть в высшей лиге Новый сезон город открыл ярким представлением Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта» и заслуженный любительский коллектив «Росы» открыли гала-шоу Следом эстафету подхватили спортсмены местной хоккейной школы Мальчишкам от 6 до 15 Ведение шайбы, броски по воротам, отработка действий в защите и нападении На льду хоккеисты продемонстрировали свои навыки После показательных выступлений слова приветствия от руководства команды Но потом кульминации шоу Представление хоккейного клуба «Бобруськ-2» и вручение игровых джерси Официальная часть плавно перекочевала в пресс-конференцию На вопросы журналистов отвечают директор и главный тренер хоккейного клуба Сперва о задачах на сезон На первом этапе у нас чемпионат в два этапа проходит Первый этап – это круговая система с попаданием в восьмерку сильнейших – это плей-офф А потом идут стыковые игры и, соответственно, борьба за более высшие места Значит, задача на первом этапе – это плей-офф В планах также вернуть команду в экстралигу, резюмировал Александр Расин Нельзя не отметить – чемпионат уже стартовал «Бобры» успели провести две игры против столичных зубров Но, к сожалению, «Бобручане» потерпели поражение Пропустив при этом 12 шайб и забив лишь три Но главный коуч обратил внимание – турнир только-только начался И делать выводы об игре еще рано Первую игру достойно провели Вторую, да, где-то немножко посыпались, где-то недонастроились Но это первые игры чемпионата То есть я думаю, что стоит судить будет после где-то шести игр хотя бы Ну, то есть нестабильность игра, нестабильная игра в нашем исполнении И надеюсь, что к плову мы это устраним Приятным сюрпризом для многих стало и открытие на базе клуба отделения по фигурному катанию Желающих уже десятки Важной событию добавил тот факт, что на арене присутствовал главный тренер сборной страны Олег Васильев анонсировал Следующим летом национальная команда проведет сборы на Бобруйской арене Очень хорошая арена Очень чистая, очень светлая, объемная Я посмотрел, что качество льда очень хорошее Я думаю, что у Бобруйской есть большие перспективы в ледовых видах спорта Сезон официально открыт Теперь команду ждет подготовка к предстоящему матчу 14 сентября принимаем юниор из Минска Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360 Начало недели в городе на Березине выдалось облачным Сквозь тучи пробивалось солнце Утром дул западный ветер с порывами до 12 метров в секунду Обошлось без дождей Термометр показал плюс 20 Надолго ли тренд? Анастасия Похлестова Завтра страну накроют облака Осадков не ожидается Лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди В отдельных районах сгустится слабый туман Запада подует умеренный ветер Ночью воздух остынет до плюс 15 Днем потеплеет до 24 На юго-запад страны заглянет лето Там столбик термометра покажет плюс 28 градусов 15 сентября Бобруйск выдалось самым холодным в 1971 году Тогда воздух остыл до плюс 1 Самым жарким этот день был в 94 Воздух прогрелся до плюс 28 В Судане произошло самое разрушительное завек наводнения Погибли 103 человека Пострадали свыше полумиллиона В столице Хартуми объявлен режим ЧП Затоплены целые районы Разрушены дома Нет электричества Жители самостоятельно возводят дамбы из мешков с песком Под угрозой оказались древние руины В центр США устремляется шторм Сали Стихия уже прошлась по Влориде и Миссисипи На штаты обрушили сильный ветер и проливные дожди Зафиксированы наводнения, повреждены линии электропередач Сейчас Сали приближается к Луизиане Жители региона уже закупаются всем необходимым на случай критического ухудшения Завтра в Бобруйске будет облачно, временами солнечно По прогнозам синоптиков дождей не ожидается Днем столбик термометра покажет до плюс 20 Ночью похолодает до плюс 12 Анастасия Пахлестова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»